Царю небесный, утешитель души истины, И же везде свистя исполняя сокровища благих, И в жизни плодателю принестились одни, И очистенный от всякой скверны, И спаси блажен души на вашу. Господи, мы молим Тебя, благослови наше занятие по Слову Твоему, Пусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Противосектантские материалы. Продолжаем. Вопросы к баптистам. Вопрос номер семь. Имеется ли свидетельство, что душа, исповедующая баптизм, По смерти спаслась, то есть избежала гиены и... Валерий, выключи микрофон. Срочно. Валерий, спасибо. Вот такой вопрос к баптистам. Что они обычно отвечают? Встречный вопрос задают. А где свидетельство, что вот исповедующие православие спаслись? Перелку мы на прошлом занятии приводили с 1 по 19 век Жития Святых на нашем сайте кристине1.ру. Игнать Тихонич, как вот на этот вопрос можете что-то о том сказать? Ну, этот вопрос такой, просто услышать их, что они ответят. Бывает так, что вот обмирает человек, а потом воскресает как бы. У них это целые истории такие. Я думаю, что это и в любом другом течении. Согласие, несогласие там. Это все видят. Видят, что он, даже если где-то был, а потом вышел и прочее. А у православных, у католиков, а вот от тьма тьмущая таких рассказов. Ну, вот как понять, от Бога ли это было? Вот Серафим Роуз об этом описывает, что это пограничное состояние, когда душа только выходит из тела и как бы идет где-то. Ну, там исследования-то были уже. Моуди-младший там об этом писал. Тысячи, говорится, свидетельств таких собраны. Но как им верить? Бесов там море. И они обольщают, обманывают человека. Они говорят, да, есть свидетельства, но от ада мы избавились здесь. Они сразу идут в рай. У православных так, что промежуточное состояние, так, ну, такое и есть. Вот у католиков есть. Об этом учат специально. В определенном месте находятся до времени от честилища. страдает, и страданием она молится за него, и человек постепенно выбирается оттуда. У них это сразу туда попадает. А есть или нет, ответ дать сегодня они могут, как и мы. А проверить никак нельзя. А опровергнуть проще всего. Никак не судите прежде времени, доколе не придет Господь, и не осветит сокрытые вам браки. 1 Коринфянам 4-5. Надежда Благодарская, вам на телевизор выключить в виде видео? Выключите. Да, вас видно. Не выключено. Вы сами выключите видео и микрофон. Ну, вот так. Спаси Христос. Слава Христу. Восьмой вопрос баптистам. Имеется ли свидетельство от Господа, что вероучение баптистов истинное и спасительное? Например, какое-либо чудо-явление? Вот такой вопрос. То есть, мы знаем, что учение Христа подкреплялось какими-то либо чудесами, чудотворениями. Вот. Ну и у баптистов, наверное, тоже есть что-то подобное. Могут они в ответ сказать, как вы думаете, Игнатий Михайлович? Это у мусульман даже много. Даже у мусульман. Они прямо показывают, там, она из могилы кричит, там, или еще непримиренная. Я смотрел их ролики где-то. Этот вопрос задается узнать, как они об этом мыслят. Они такие же, как мы. Тут есть уверовавший в православие, там, где-то эфиопская церковь, его Христофор звать. А Христофор у них святой такой был. Ну и приехал там священник, друг его. А белый человек-то, а они белые знают, что это мертвый. Когда умирает чернокожий, то у него кожа начинается более просветленная. А у нас, наоборот, более темная. В смерти очень похожие. А священник-то и говорит Христофор, вы не бойтесь. Они только снаружи белые, а внутри они такие же черные, как и мы. Они за батюшку спрятались, эти темные черные кожи, это его прихожане-то, и выглядывают бояться. Он их так утешил. Так что, мнение вот такое, мнение есть. У нас есть житие святого Василия Нового, видение Феодоры Цареградской, мытарство. Ну, подробно описано. Очевидно, при редакции добавлялось, прояснялось. А сектанты не признают это. Ну, не признают. В Библии-то этого нет, ничего в этом нет. Надо исполнять то, что в Евангелии есть. А это мы просто вопрос задаем им, узнать, как они на это смотрят. И оказалось, что они такие же, как мы. Все. Девятое. Кто такие еретики? Титут 3 глава 10-11 стих, Галатам 5, 19-21. Привите примеры еретиков. Вот такой вопрос. Самые настойчивые в этом вопросе старая Брятца. У них вся проповедь. 365 лет уже. Одна. Ты еретик, переходи к нам. Кто бы он ни был. Ты еретик, переходи к нам. Это безошибочно. Валерий мешает звуком. У меня плохо записывается. Он не отключил. Валерий, микрофон выключите. Тихо вроде. Это негодец. Он сильно булькает, и нельзя будет слушать потом. Ну, вот такое дело. Об еретиках определенно говорится в канонах, кто они такие есть. Для нас еретики все, которые не в церкви. У которых нет рукоположенного от апостольских времен епископата, священства. Это еретики. Но они сами, балтисты, как правило, на этот вопрос не могут ответить. Потому что они сами еретики. Они же не знают, кто такие еретики. Но это плохо. Они должны ответить. Мы конкретно отвечаем. А они эти стихи даже не считают никак. Потому что дальше начинаем беседовать. Я говорю, тогда назовите, в каком веке первые еретики были, как веровали. Они не знают. Вот у меня знакомый один учился на курсах там, ну, на Диакона. И мы, говорит, Златоуста проходили. Я говорю, какие там отсчитали? А никакие. То есть, в своей интерпретации они передают его биографию. Больше ничего. Как Златоуста узнать, если не знать его труды? Я Пушкина знаю. Ни одного стихотворения не считал. Знал ты или не знал? Выходил на лестничной площадке. Мы с Сашей вместе в одном подъезде жили. Здравствуй, Саша. Александр Сергеевич, привет. Но ничего бы не считал. Значит, не встреча решает, а знание труда. И так любого писателя, художника, поэта. Они не знают, не знают святых отцов. И поэтому каноны определили еретиков. Главное, шесть вселенских соборов прошли под девизом утверждения учения о Святой Троице, о котором слово Троице нет ни слова в Священном Писании. Но мы верим. И учение о Троице не сложнее, чем, я так вот смотрю, люди, которые не принимают. Это так сложно. Я говорю, вы размонтируйте голову карася. Карася. Ни один нехтеолог не соберет косточка косточке. Столько у него там разных отделений, назначения. А здесь четко и ясно. Нераздельная, единосущная Троица. Считаем символ веры. Никео Цареградский, символ, кредо наше. Вот здесь мы с сектантами уже начинаем крепко схватываться. Вы еретики. Мы сказали, больше не надо. Дальше подтверждаем. Еретики те, кто не поддерживает, не имеют то, что натверждено учение о Троице, а баптисты имеют без доказательств. Но они не попадают на Седьмой Вселенский Собор нормально. А об иконах. Но и учение православное тоже требует коррекции. Что если он иконы не признает, то есть не поклоняется им, но не хулит, ну это бы остановиться. Но это левый саврянин-то говорил, поднимите иконы повыше. Повыше, чтобы люди как слепые за стенку-то не держались, ходят и лбами стущат. Поцелуют, да еще долбанет лбом. Я говорю, зачем? Ну так все делают. Я говорю, что Путин тоже подошел и лбом стукнулся. Мозги-то стрясет. А кто его научил так делать? Патриарх. Это поцелуй, поклонение. Только прислониться, через стекло тем более. Ну попутно сказать. Если они не признают и не хулят, считаю, вполне можно было бы считать в этом вопросе их не еретиками. Но нет рукоположенного священства. Это главная ересь. А там ереси-то и другие найдутся, знатоки найдут. Но я говорю свое мнение. Все. А чем еретики отличаются от сектантов? Принципиальная разница? Сектанты – другое слово совсем. Ересь. Это, если не знают, мы можем даже показать. Они не признают отдельной иерархии вообще, еретики. А сектанты – от слова отсечения. Всякую ветвь, не приносящую плода, он отсекает. То есть плода такого, как должно, они не могут приносить. Я уверовал. Я пил, сейчас не пью. Был наркоман – все, дальше не идет. Дальше галстук насыпил, бриты, молитвы, посты – все по боку. Ни креста, ни христа не знают. А сектант, он просто отсекся и все. Там, может быть, даже и правильное учение содержит. А троится и все. Даже еретиком-то уже в том случае отделился от церкви. Уже ересь. Тут они близкие друг к другу. А что страшнее? Все страшно. Раскол. Раскол. А вот старообрядцы беспоповцы. Они кто, еретики? Нет, не еретики. А кто они? Раскольники. Их даже сектантами нельзя назвать. А это более мягкое. Они не признают церковь. Ну ладно, не признают православную русскую. Ну, к грекам присоединитесь нету. Но есть финляндская, сербская. Никуда. Только мы одни правы. Вот это уже раскол. Как, допустим, Василий Великий говорит, второе правило об абортах. Мы, говорит, не делаем здесь исследования, когда сделала аборт. Сколько ему было? Три недели или три месяца? Главное, что убила ребенка. А во-вторых, подвергала жизнь своей смертельной опасности. Многие умирают во время абортов. Заражение крови или еще что-то. Так что и здесь тонкого исследования нету. Мы можем только видеть, что ересь, еретик, это более страшно. Слово «сектант» его даже в Библии-то нету. Все. Ну и попутный вопрос. Разница между сектантом и раскольником. То есть те и другие, они из церкви вышли, те отсеклись, а эти откололись. Ну, принципиальность как бы... Ну, так принято, так принято. Сектантами старой веры без поповцев даже не называют. Так не... Какие-то тонкости такие, ну, так можно выявить отдельно. Но нам зачем? А то и другое плохо, погибельно. Понятно. Так. Михаил Тихонович, учился в семенарии, когда в Тобольске. Еще до 2008 года. И русскую зарубежную церковь называли «карловацкий раскол». Соответствует ли это действительности или нет? А вот соответствует действительности. Когда признали акт о каноническом общении, то зарубежная церковь ни одной молекулы в себе не изменила. Но уже это все сняли. Вот сейчас, допустим, Денисенко, Филарета. Разжаловали в монахи. А было ли основание? Дальше. Придали анафиями, как Глеба Якунина. Они брецают жупелом этим серным. А потом, как они бывшие, только ему подчиниться. Сегодня, я думаю, там в Верхах понимают, что они натворили с греческой церковью. Почему они дали ей самостоятельно другое государство? Отдельное автокефальное в Финляндии не давали. Дали же. Сербское там где, болгарское. Но это была бы какая-то отдельная там, может быть, и украинская. Не дали. А сейчас начинают патриарха не поминать. Варфоломея там то другое. А уже ничего не вернешь. Все. Им только лишь бы под ними были. Их признавали. С ними были. Им подчинялись. Свечки у них покупали. Тут чисто безбожие. Сейчас он выступает и в тихий. Его смотришь где. Ну, ни у кого он и в тихий. Тут никого не найдешь. Чей епископ-то он? Он сейчас на покое. Но у нас был 13 лет епископом. Он взял то, что ему близко. Сказал, что вот разное там упрекает, что мамоне служит. Он прав. На сто процентов. Почему? Он имеет моральное право говорить так. Он бедный. У него ничего нету. Совершенно ничего нету. Этот человек бедный, как церковная крыса. Говорят так. И он это несет добровольно, а не почему-то либо. И послушается? Нет. Он не на отрещении, не отлучении. Просто на покое. Но они сейчас будут клеймить его, как Андрея Кураева. Отдельную молитву против него. Он голубое лобби там наразмочалил когда. И Андрей-то Кураев об этом говорил. Мы с ним голос в голос говорили. Дайте Афтеркефалию. Каждому человеку дайте. А не только отдельное. Каждой общине дайте. Но он должен быть в церкви. Да, они в церкви, там епископат. Там многомиллионная паства украинская. Принадлежащая им как бы московской патриархат. Но отделить от себя. Они сделали громаднейшую ошибку, которую им не поправить. А теперь там будет и... Некоторые не признают. И там кровь будет литься. Так думаю. И все это верхушка патриархийная налепила. А на Андрею Кураеву умница. Такой интеллектуал. И не прислушались даже. Совершенно. Ну про меня говорить не надо. Кто меня знает. А Андрей-то знают. Мне в другой раз говорят. Вот тот освященник это у вас взял прям копирует. Да не знаю я этого. Ну и на раз прямо беру и в кавычки берет. Прям с книг моих. Ну да. Андрей-то Кураев все принял. Он обо мне там ролик составил. Но я не думаю, что это он. Ему просто Господь открыл это. И он так понимает. Там Ивашин Василий заходит, что-то пишет. Он и сюда не зашел. Я ему не отвечаю. А о чем отвечать-то? Мы договорились. В воскресенье встретимся. Он сам назначил встречу. Я ему назначал. Он говорит, не могу. Подготовлю вопросы. Он заходит сейчас. Я не знаю. К нам это относится. Надпись всплывает. Он вам что-то написал? Да, писал. Просил. Просил. Я говорю, ну давай заходи сейчас. Сейчас я не могу. То есть он мое не принял, а свое назначил на воскресенье. То есть на послезавтра. Ну и я говорю, ну ладно тогда. Сейчас-то добавлять его в нашу... Ну добавь, чтобы только молчал. Теперь он полностью должен молчать. Потому что он сбивает и... Добавь его. Чтобы ни звука не было. Одно и то же говорим годами. И человек не понимает, да не хочет понять. Почему вы не понимаете речи моей? Господь спрашивал. Это восьмая глава Евангелия Теана. Почему вы? Говорит на родном понятном языке. С евреями. Они не понимают. Потому что не хотите слушать. И волей отца исполнять. Ну вот так, дальше. Для его контакта даже нету. Василия Теана. Ну вот сейчас я вижу, всплывает и всплывает. Почему мне не отвечаете? Ну ладно. Может я зря сказал. Вам не видно его. Сам же назначил бельгемию. Каждый день спрашивает, когда, почему не отвечаете. А что отвечать-то? Уже договорились. Все. Ну вот, десятый вопрос, подобный и девятый. Кто такие сектанты? Да. И вот здесь Матфея 18-17. Приведите примеры сектантов. Вы говорите, а сектантов в Библии нет. А здесь вот какая-то ссылка на это место. О чем там? А как о чем? Примеры сектантов. Все остальные вне церкви сектанты. У них нету священства. Как отдельного института. Нету. Самозванное. Это у них главное. Ну а дальше-то они тут все под одной идут. Нарушают то, что церковь уже вывела учения о Троице. Это как правило. Я обнаружил сектантов по трем признакам. Отношение к иконам у них как к идолам. Это у них абсолютно у всех. Второе. У них нет священства. И третье тысячелетнее царство. Оно у них будет когда-то. То есть три явных заблуждения у всех одинаково. Какой бы он ни был. Но это мое определение. Практически я уже с ними работаю. Здесь указано вот стих Матвея 18-17. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Да. Вот в вопросе, где говорится, кто такие сектанты. Вот это место как бы параллельное, что ли. То есть для нас они сектанты... Там маленько не так. Если там брат согрешит против, тут это не подходит. Это просто натяжка. Просчитай полностью. Если брат согрешит, выговори ему нет, значит тогда будет как язычник и мытарь. Это речь идет о брате. Если же согрешит против тебя брат твой. А это не брат, еретик. Тут совсем к ним не относятся. Какой он брат-то? Он враг. Ну а зачем вы в этот вопрос тогда добавили сюда это... Чтобы посмотрели. Что потому и добавили. За него они часто хватаются. Тут же не говорится, кто это место приводит. Они берут вот это место. Ну а мы место из Библии о сектантстве, мы можем только сказать о Дафане Корее и Авероне, да? Параллель такой провести. Тут есть такой... Или они раскольники тогда Дафан Корее? Нет, они не раскольники, они сектанты, еретики. Вот тут Александр Леонидович Дворкин есть такой. Он привил как бациллу слово самое ругательное сектант. И люди ничего не к церкви, отношения не имеют ничего. Сектант, а сектант бывает и в политической жизни отсекся от чего-то отдельно трактует все. Вот Ленин, он же последователь Приханова, а восстал против свое, стал грабь награбленная. Он сектант стопроцентный на политической платформе. Жулик, разбойник, бандит. Дальше идем. Адин Сдовик, вопрос. А как вы думаете, в чем основная причина, почему всегда, очень часто вас называют сектантом? Почему? Ну почему он идет и плюется, почему? А как он ко Христу относится? Мне пишут, матерками никакого Бога нет. Ну почему? Потому что сотни бедств в душе у человека. Он делает то, что вы хотите исполнять похоти отца вашего. Евангелие Теона 8, 44. Он не знает, но знает сектант, это ругательное. Он говорит на сектанта, а потом на три, на пять букв материт всякое. Почему он? Ну одержимый демоном. Почему он так говорит? Почему Иоанна Затауст согнали? Почему его не звергли? Почему его ретиком объявили? Это же не сегодня началось. Об этом Дионисе Александрийский. Народ был настолько тупой, тупой, необразованный, что еретиков считали православными, а православных считали еретиками. И все. И он гоголем ходит, он сектант, а он нет. А я говорю, ходишь хоть в церковь-то? Нет, не хожу. Веруешь? Нет. Блудишь? Блужу все время. Наркотики принимают. Я беседовал с такими. А как же ты меня назвал сектантом? Ну так принято. Я у других считал. Ну собака лоб брешет, а караван идет своей дорогой. Зачем обращать на это внимание? Таких я заблокировал больше, чем шесть с половиной тысяч. Пусть кто-нибудь похвалится. Почему это похвала? Раз тебя никто не трогает, никому ты и не нужен. А раз против меня бесы так бойствуют, значит я им наступаю на копыта и на хвост. У нас интересно, пришлось судиться тут однажды. Они тоже. Можно тоталитарная секта. Ну свои бывшие тут наши прихожане. Я подал в суд на них. А в суду-то надо доказывать, а они ничего доказать не могут. Они тогда назад и... Вот мы сказали, это ваше личное только мнение. Мы не распространяли, а сами писали, раздавали там целые брошюрки против-то. А я пошел в отдел юстиции, где мы зарегистрированы. И те сразу дали нам документы. Он у меня здесь вот, прямо на рабочем столе можно увидеть. Документы называются. И там никакого отношения к сектам община нашей крестовозвиженской потерябки не имеет. Тем более тоталитарная. И там председатель отдела юстиции краевой, он Маковеев Валерий Иванович, он печать поставлен на бланки юстиции. Это безбожники знают. А какой я сектант? Они специально религиоведа там какого-то нашли, тот начинает говорить. Хотя он и патриарший, а мы к русской православной зарубежной. Но он должен дать независимо от этого. И он сказал, никак это не относится к сектам. Как секта? Если я сектант, еретик, а к нам приезжают архиереи, служат, их всех надо, согласно канонам, отлучать от церкви. Снимать сан с них. Но этого же нету. Так что тут говори, да, оглядывайся. Нам проще всего это говорить. У нас митрополит служит, епископ служил там. До этого был Дмитриев Максим, он в Липецке где-то с Антонием были вместе. У него причащались Маслендич. И вот его. Тогда был здесь архиепископ Гедеон Докукин, фамилия его. Они ничего не могут доказать ни в суде, нигде. Они нарисовали черта с рогами, с нагайкой и написали общину Игнатия Лапкина. Пришлось за это все заплатить им деньги. Ну, почему он нарисовал? И там пишет, никакое отношение Лапкин к сатанизму не имеет. Он православный христианин. Это говорит юрист. Юридическое обоснование. Ну, о чем он так говорит? Ну, злодей. Вот, дурная женщина, дурного поведения. За что она ненавидит женщину, кроткую, смиренную, верную мужем? Она всякой макрохвосткой, ты, ну, и другими нехорошими словами там. Теперь ты мандавошка. А теперь спрашивает, а что такое ругательное слово? Я говорю, потому что это написано. И специальный филолог там. И говорит, слово мандавошка означает то-то, то-то, что если на половом органе находятся там вши разные, которые... Это ругательное слово. Даже, ну, вроде ругательное, а не вроде, надо точно доказать. Вот пусть они докажут, что я сектант. Как я сектант? Ты понимаешь значение слова? Я с ним разговариваю. Нет. Ну, а дальше что с ним разговаривает? Он ничего не знает. Ну, все говорят, и я сказал. У меня в лагере было. Пацаненок другого обозвал. Обозвал. А ты идиот. А у самого чего-то не хватает хромосомы. Я их начал между собой-то свелы. Ты не знаешь, что такое слово-то? А он не знает. Вот. А другому сказали говорить, он... И он говорит, напиши, кто ты такой. А он пишет, я гоми-сексиалист. Он не написать не может, не сказать. Откуда ты слово узнал? А вот Ванька сказал. Ну, он сказал ее. Дети малые, неразумные. Это я говорю то, что в лагере у меня было. Ты, Тимоша, больше этого не говори, говорю. Это не хорошее слово-то. Все, пока. Одиннадцатый вопрос. Являются ли баптисты членами Церкви Христовой? Каково учение баптистов о Церкви Христовой? Расскажите о свойствах Церкви. Как баптисты толкуют второе полустившее Евангелие от Матфея, 16-18. Я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Интересен взгляд баптистов на историю христианской Церкви. Поэтому дайте очень краткий обзор жизни Церкви в истории. Ну, вот это большая тема. Являются ли? Конечно, не являются. Они никакого отношения к Церкви Христовой не имеют. Это самочинное сборище людей, хороших, собранием назовем, не сборищем. Они веруют во Христа, то другое, но к Церкви это отдельное совершенное образование. Христос в 17 веке не образовывал их. Они в 1639-м, первая только, община была образована в Роджерсе. Но какое отношение к Церкви-то имеют? Там ничего нету? Связи-то никакой. Связь только через рукоположение. Они вот учатся, он в семинаре. Пока его не рукоположили, он благословлять никого не может. У него права никакого нет. Он не может совершить литургию. Через него не все недействительно. Ну, какая разница? У меня такие же руки. Ну, вот Адафана, Верона и Коряя, они говорили, все такие же у нас. Мы ничем не хуже других. Эти же самые слова. Но живьем в ад провалились. Это самый страшный грех на земле. Отделение от Церкви. Иные считают, все в Церкви, кто бы Христа там признавал, как бы не признавал, они считают, любой динаминации, любой конфессии. А этих слов нету. Там слово ересь. Под каждым словом ересь. Сатана прикрыл. Я их очень хорошо знаю. А как они объясняют? Никак. Вообще учения от Церкви как такового нету. Кто уверовал, живет по западам Христовым. То есть Церкви вообще не надо. И вот новое образование. Я их на этом ловил и говорю, от вас сейчас отошла молодежь тут в Барнаульской Баптистской общине у зарегистрированных. А они в Церковь? Нет. Ну, как нет? А вы же так же начали первые-то. Если они не Церковь, ну, вы сами себя осудили. У вас-то такое же начало было. Ну, вот, говорят, женщина сошлась с мужиком там где-то, живет. Не венчанная. Ну, незаконная. Там, ушла от мужа, а теперь нашла другого, полюбила. Ну, как Фурцева. Ну, ладно. Или, как это, четыре раза была Русланова, Лидия. А теперь обратилась. Ну, то муж был. Ну, а когда он мужем стал-то? Он был при Любодеи. Он ушел тоже от жены при Любодеи. Ну, мы же давно живем. Ну, что давно, так как это? Давно это, значит, увеличился грех-то, а не уменьшился. Ты блудил одну ночь, а теперь ты еще одну ночь. Ну, так у нас дети. Ну, дети, написано, свидетели разврата против родителей. Вот такое дети, нажитое в сожитии незаконном, в гражданском браке. Гражданские, то есть безбожные. Два блудника сошлись, и все, теперь это гражданским браком. Ну, тогда, считайте, у Александра, этого, Колчака, тоже она была законная. Как тянея в этом ее. А своя жена отдельно была в другом городе. Надо все-таки придерживаться священного писания. Никакого отношения к церкви они не имеют. Так они лучше вас живут. Ну, это смотря как считать, что лучше. Мусульмане разрешили четыре жены. Ни один не нарушает. А тут один, если три раза женат был, три раза жены погибали. Ты имел право три раза. Четвертого брака вообще нету в православии. Нету. Это уже за бортом. А у них подряд, они же вот там шайхи, там все нормально. И кроме того, брак по согласию, ну, вот он приезжает, говорит, а как он берет? Султан. У него 1700 комнат, кажется, там перечисляют. Брунея где-то. Ну, в Америке говорят, вот кто хотел бы поехать, и заработать хорошие деньги. Вот если понравишься, там, ну, часы у всех золотые будут. Кому-то машину дадут, дорогу оплатят. И он сидит под телевизором, они уже привезенные. Или когда там было, где-то смотрят. И он говорит, вот эту привезите, вот эту их привозят. Сразу привезли, там, 40 человек. И они теперь здесь поправляются, намащиваются, как эсфирь. И он смотрит, ну, по наружному наблюдению, так сказать-то, и говорит, вот эту привезите ко мне. Привезли. И он там с ней переспал, она не понравилась ему. Почему, не знаю. Не по размеру, там, или как, там, считает. Все. И он говорит, она мне совсем не нужна. А оплатите ей. Ну, они оплатили ей, там, сколько, 70 тысяч долларов. А ему-то какая разница, если каждый день миллионы нефтеперегонные заводы ему перечисляют Америка. Ну, она довольная, она очень довольная. Ну, что там говорить. А мало-то он и миллион отвесит. А какая-то остается постоянно у него. У него четыре жены он не нарушил. А это ему разрешается. А это не жена. Это временная связь. Он заключает с ней брак на 16 часов. Тоже нарушают они свои книги-то, священные. Это же у них так не написано. Вот четыре, да. Почему? Потому что основатель религии имел четырех жен. И как-то как новая жена была, так, говорит, переписывалась. Уже не три, может, четыре. Я не хочу в это вникать. Ну, смысл-то в этом. Я считал очень многое, разбирал их книги. По-православному-то никакой. Блудник и блудник. Неукоряемый своими блудниками. Давай дальше. Игнает Тихонович, вопрос есть. Вот сейчас новая волна движения непоминающих. Они начинают непоминать по 15-му правилу двукратного Константинопольского собора. Вот. Ну, прокомментируйте. Имеет место это быть? И не раскол ли это? То они перестают поминать, например, патриарха Кирилла, усматривая какие-то публично... Ну, что публичные ереси какие-то как бы от него исходят. Ты правила это прочитай 15-е. Ты говоришь, что правила, а правила этого нет. Ибо отделяющиеся от общения с предстоятелем ради некие ереси, осужденные святыми соборами или отцами, когда, то есть, он проповедует ерес всенародно и учит он и открыто в церкви, таковы ащи и оградят себя от общения с глаголимым епископом. Прежде соборного рассмотрения не токмани подлежат положенной правилами епитемии, но и достойны чести, подобающей православным. Ибо они осудили не епископов, а лжеепископов и лжеучителей. И не расколом пресекли единство церкви, но почились охраните церковь от расколов и разделений. Ну и где тут написано «поминать, не поминать»-то? Я для чего сказал «просчитать-то»? Нет этого слова. При чем тут «поминать, не поминать»? Ему не подчиняться, обличить его в ереси, не бояться его сана. Вот об этом говорится. А поминать, не поминать, да... А мы в Арфаломее не будем поминать. Да ему... Что им от этого? Ни тепло, ни холодно. Что прочитал, вот это надо смотреть. Ереси, ереси не так. А я считаю это за ересь. Вот. С католиками патриарх помолился, с папой римским, франциском встретился в Гаване на аэродроме. Все, еретик. Там Бересов начинает это. Ну сидит там писклявый какой-то маленький. Не поймешь, баба ли мужик. И все широко это. Патриарха не поминают. Ну и не поминай. Что патриарху это? Плохо спать будет на одном боку. А мы его поминаем на богослужении. Поминают, когда службу у нас ведет архиерей там или священники патриархийные. А без него мы не поминаем. Это домашняя молитва. Я молюсь о нем. А это поминание... Я не знаю, чем уколоть. А я его не поминаю. Ну и только делов. Ты, может, за меня не молишься, а я молюсь. Вот я сейчас спрошу кое-кого. Есть из вас кто-нибудь, у кого нет мобильного телефона? Ну я знаю, что у всех есть. Самый распространенный предмет сегодня. Хорошее изобретение? Хорошее. А кто изобрел-то? Никто не знает. Почти никто. Мартин Купер. А теперь я молюсь о нем каждый день. А ты молишься или нет? Благодаришь Бога, что такое Бог открыл. А интернет Тим Бернерс Ли. Тимофей, ты молишься за него? Тоже его не знают. А я молюсь каждый день. И что из этого? А он может быть неверующий, а меня это не касается. Я желаю, чтобы он спасся. Ты пользуешься поисковиком библейским? Тимофей Ха, вьетнамец, написал это, будучи студентом МГУ из Вьетнама. Я с трудом его нашел. Кто это? Я пользуюсь и вижу, сильно сделано, красиво, удобно. А я не знаю, за кого Бога благодарить. Я ему диски послал, там книги еще мог послал. Ты это сделал? Вот и все. Ты молишься за Невзорова Александра? Я спрашиваю. А у него много хорошего. А он такой богохульник. А я молюсь каждый день за Германа Стерлигова. И не поймешь, кто из них больше хулитель. Почему? Мне повелено. У меня есть разрешение от Бога молиться за всех. А поминать, имеется в виду в церкви, при богослужении, при возрастах дьякона, это никакой роли не играет. Все это надумано. Я вам ответил, Виталий? Игнатий Тихонович, ну вот был же момент в 1927 году и чуть позже, когда вот движение непоминающих, оно пошло. Иосифлянское движение его называли. Вот сейчас нечто подобное происходит или как-то отличается это? Еще раз говорю, в тонкости эти никогда не входим, меня это не касается. Совершенно. Ты таких вопросов можешь мне накидать много, а мне не касается. К спасению не относятся, они не поминают. Ну еще, а потом все поминать стали и признали. Почти все. Только и ПХ отдельная там остались, подпольщики. А ждали, когда умрет. Сергий отошел в Строгородский. А Алексея уже приняли, Семанского. Алексей Первый. Но они больше никак не могут его достать. Отравить не могут, подножку не подставят. Написано молитесь за царей, за начальствующих, за гонителей, за всех. А я молиться не буду. Ну еще лучше будет. Вот на меня напал прокурор. А я молюсь и молюсь и молюсь. И за все это никакого зла не сделали. Я узнаю, кто заступался. Какой-то депутат за нас заступился, послал. Я узнал его имя. Борис там звать. Вот я за него тоже молюсь. Председатель сельсовета, которая за нас восстала, Людмила звать. Я за нее молюсь. Но ежедневно семь раз на молитву. Семикратно в день прославляю. Вот я задаю себе вопрос на собрание на своем. Молятся или нет? Один человек только молится. А простое все. Три святое, сто поклонов. И своими словами. Но займет семь минут. Семь минут. Умножь на семь. Сорок, девять, пятьдесят. Даже часу нет. Выделить для Бога. Ну сюда входят молитвы дневные, не считая утренней, вечерней. Но считая ночные молитвы. Сколько раз был на молитве. И никого нету. Я не говорю о работающих. О пенсионерах хотя бы. А что работающий может? Про себя. Ты работай, а сам молись. Так что, Виталий, будь спокоен. Там сравнить не надо. Они не поминающие. Ну пусть их и спрашивать. Я поминаю. У нас, видишь, в детдеревне такие люди, которые детей неправильно воспитывают. Там натравляют. Я каждый день поминаю имена этих детей. И прошу, Господи, вразуми их. И родители устраши за такое ложное воспитание. Они уже от них хлебают полной чашей. А я их детей поминаю детей. А других не поминаю только родители и ижи с ними. То есть я стараюсь реагировать на все события, которые около меня, вокруг и вдалеке. Поэтому все на память, Бог дал мне знать-то. А сейчас столько новых пришло людей, которые просят помолиться за них. А здравие это. Девочка попала под машину. София звать. Тарасий у Галины Загуляевой молился, пришла. Он выздоровел. Теперь Агния заболела. И Ларион, который у нас в зарубежной церкви, Капрал болеет. Кирилл Сахаров. Вот новый писал, который. И вот целая таблица. Как на молитву, так и стараюсь всех припомнить. А толк вот от вашего щебетания? Говорит, нет. Так нельзя разговаривать. Павел говорит, да бы по ходатайству многих я был отпущен, освобожден. А эти, сатана всковал эту дочь, говорит, болезнь, это узы наложил. Она не может распрямиться там или еще что-то. Давай дальше. Как относятся баптисты к так называемому ВСЦ, Всемирному Совету Церквей и экуменизму вообще? Ну, отрицательно. С теретиками молиться там не надо. Меня избирали всемирные туда, чтобы поехать я. Тогда было это в Лозане. За меня заплатили 1800 долларов. Я все уже оформил документы, но меня ссадили. А теперь я вижу благодарение Богу. Я бы там противоречил, отравили сразу и все. Своей пищи-то нету. Это было такое. Я касался этих людей. Нам запрещено молиться с теретиками. А все-таки это притеча церковь Антихриста. Все в одно давайте смешаем, перемешаем и в среднее что-то выведем. Да тут не надо мешать. Вот русская православная церковь, местный патриархат. Сколько лет во Всемирном Совете Церквей, даже сейчас, обратили хоть одного? Никого нету. Это все отговорка. Никого не там не обращают. Никому не говорят. Такие деньги тратят. Заразу, коммунизм развозили. А сейчас ничего нету. Так только набивают машину себе. Это предбанник Антихриста. Всемирный Совет Церквей. А вон монахи поднялись. Илья II в Грузии. Там такую бучу устроили. А он там чуть ли не председателем был. Он сразу вышел оттуда. И все еще сейчас старенький, немощный. Ну, его признали. И все, он вышел. А русский нет. Ну, а в беседе с сектантами этот вопрос, сектанту для чего нужно задавать православному? Ну, нужно узнать, до какой глубины они дошли, почему. Потому что этот вопрос о Всемирном Совете Церквей любой может задать, а мы даже не знаем. А теперь, очевидно, мы их спрашиваем. Есть такие, которые не участвуют. У них же баптистских течений-то сколько? Зарегистрированы, не зарегистрированы. Крестящие детей, не крестящие детей там тоже хватает. Последний вопрос с баптистом 13. Дайте, насколько возможно, краткую характеристику современного русского православия. Как баптисты относятся к православной церкви? Ну, постарайтесь сами теперь ответить. Познакомьтесь, посчитайте. В интернет доступ есть. И к нам относиться по-другому-то никто не будет. Потому что мы никакие. Что, идолопоклонники? Больше ничего нету. Только вещи, вещи, вещам каким-то молятся. Вот. И еще особенно я сказал-то, ну, я занимаюсь Библией. Да ко мне отовсюду приезжали сектанты, которые встречались, а они своим говорят, что вот есть православный человек. Вот он Библию любит там. И они ко мне ехали от Прибалтики с разных концов, чтобы встретиться, поговорить. И оставались сразу. Делались православными. Это не мое. Это Господь делал. Я не знал, что они там где-то обо мне разговаривают. Едут дорогой. А он еврей. Его привезли показать. Вот смотри, как мы работаем. У нас еврей обратился. А он пришел тут, посидели. И он уже вышел. И уже к ним никак. Все, православный. Сейчас батюшка, отец Наум Израилевич. Это Бог делает. А моего там ничего нету. Нету. Это нельзя человека ему там под черепной коробкой все переменить. Это Дух Святой делает. Так. Ну что, начнем вторую часть. О. О Святой Церкви Христовой. Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Символ веры. Что такое церковь? Этим словом часто называются храм или дом молитвы. Но так называют его только в разговорном языке. Потому что в этом здании собирается для молитвы живая церковь. Верующие люди. По Библии часто одно слово обозначает два понятия. Например, чаша означает сосуд. Матфея 10.42 и Матфея 26.27. И страдание. Матфея 20.22 и 26.39. Слово крест означает и страдание Матфея 16.24 и крест вещественный, на котором был распят Христос. Матфея 27.32. Также и слово церковь обозначает и общество верующих. Деяния 11.26, 1 Коринфянам 11.18.22, 14 глава 34.36 стихи. Итак, в Священном Писании и Храм Божий, место собрания верующих для молитвы, называется церковь. Церковь – это основанная Господом Иисусом Христом, искупленная Его крестными страданиями общества верующих людей, соединенных между собой единою истинную верою под главою Иисуса Христа, законным, преемственно от апостолов, рукоположенным священством, участвующих в принятии святых таинств, в которых подается благодать Святого Духа для получения вечной жизни. «Церковь есть тело, глава которого – Христос». Ефесянам 1 глава 22-23 стихи. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». «Подобно тому, как в теле много членов, ноги, руки, глаза и так далее, и все они нужны, и ни один не может жить отдельно, так и в Церкви Христовой». 1 Коринфянам 12 глава, с 12 по 31 стих, послание Ефесянам 4 глава, с 11 по 16. 1 Коринфянам 12 глава, с 28 и 29 стихи. «И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы? Церковь состоит из земной, воинствующей, с врагов рода человеческого. К ней принадлежат все верующие, живущие на земле. И из небесной, торжествующей над дьяволом, к ней принадлежат все умершие, святые люди и ангелы Божии. Но та и другая имеют одну главу Христа, составляют одну Христову Церковь, в которой все члены, как живые, так и умершие, находятся в единстве веры и в постоянном живом общении, любви и молитве друг о друге. Отсюда вывод. Кто не в Церкви, тот и не со Христом. Кто отделяется от Церкви земной, тот отделяется и от Церкви небесной. Тот понесет на себе тяжкое осуждение, ибо суд в Церкви есть высший суд на земле. Матфея 18, глава 17 стих. «Скажи Церкви о согрешающем, а если и Церкви не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь». Только в единении с Церковью возможно спастись к христианину. «Об отделяющихся от Святой Церкви так учат святые отцы ее». Святитель Игнатий Богоносец, пископ Антиохийский, цитата, «Чада света и истины, бегайте разделение из злых учений, но где пасты, там и вы, как ховцы, едите». Послание к Филадельфисам, глава 2, 3 издания, 1895 года. Святитель Киприан, цитата, «Всякий, отделяющийся от Церкви, чуж для нее, он непотребен ей, он мрак ей, не имеющий матерью Церковь, не может иметь отцом своим Бога. Хотя бы эти люди предали бы себя смерти за исповедание имени Христова, грех их не омоется и самой кровью, неизгладимая и тяжкая вина разделения не очищается даже страданиями». Творение Святого Киприана, «О единстве Церкви, часть 2, 1891 год, Киев, страница 181-я». Еще цитата. «Вне ее, вне Церкви, нет жизни. Долг Божий один, и никто не может где-либо спастись, как только в Церкви. Кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в Церкви Христа». Святитель Кирилл Иерусалимский, цитата. «Исповедание веры преподается нам ныне во единую святую соборную церковь, чтобы ты убегал с верных юридических сборищ, пребывал же всегда в святой соборной церкви, в которой ты и возрожден. И когда приходишь в какой город, не просто спрашивай, где дом Господень, ибо и нечестивые вертики называют свои вертепы домами Господними. И не просто так же, где Церковь, но где Церковь соборная, ибо это есть отличительное имя сей Святой Общей Матери, которая есть невеста Господа нашего Иисуса Христа». Блаженный Феодорит, «Нам спасение преподается Церковью, а кто вне Церкви, тот не принимает жизни вечной». Иероним Стридонский «Еретики – не Церковь Христова, а Синагога Антихриста». Творение Блаженного Иеронима, часть 4. «Блаженный Августин, всяк, отделяющийся от общения с Церковью, хотя бы жизнь его была достойной похвалы, зато одно беззаконие он развергается в единении со Христом, не будет иметь жизни, но гнев Божий пребывает на нем». «Час прошел, пожалуйста, время вопросов и ответов. Кого я следил? Пожалуйста». Сергей, прочитал очень страшные слова. И вот все-таки, Игнать Тихонович, вы часто говорите, что в католичестве, к примеру, много ересей, но несмотря на это, они являются Церковью, поскольку рукоположение сохраняется. Также вы говорите и в Московской Патриархии, сейчас в Русской Православной Церкви, тоже присутствуют ереси. Одним словом, как быть-то? У католиков можно ли молиться, можно ли с ними общаться, или как? Понимаешь, я-то отвечаю тебе, и уже... Микрофон тогда тихо не включили. Вопрос-то не по Писанию задан-то, а конкретной ситуации, которая. Я считаю, что можно, но только для себя знай это. Я сейчас сказал это, на меня сразу навалится еще человек 500, а мне их стряхивать приходится с себя. Я вижу, Патриарх молится, он же не какое-то там экуменическое движение, это не какие-то там колдуны, да все собираются. А какая мне нужда с ними молиться-то? А я нахожусь в такой обстановке где-то, или что-то. Она вышла замуж, он согласился, повенчался в православии, остался католиком. Пойдем ко мне, если ты не пойдешь в костел, то я в храм не буду ходить. Понимаешь, заочно можно тут многое сказать. Надо конкретно по каждому случаю. Да, так, но ты веришь и не участвуй, а борись с ними. Ты видишь, там терновник растет, выкорчевый, выжигай его. Они так, я православный, мне писание не надо, главное уцепиться, там батюшка, лишь бы от причастия не отлучил, как вот старообрядцы-то. Но ты веришь, что в причастие не во Христа. Кровь-то Христа на Голгофе пролита, а это уже таинство совершается, а они про это даже не думают, чаша, вот, священника в руках, а иначе он отлучит, да он самодур может быть. В Библии мы считаем, это, когда вели такие, отлучает, говорит, и тех, кто нас принимает, диатреф, а какую должность он занимал, Евангелесиан об этом пишет. Так что меня вопрос никогда не стоял и не волнует. Я в Томске был, у меня там сестра и племянники, мы сходили к католикам побыли, я ему книгу подарил, уезжая, я снова к нему зашел, побыли вместе, я подошел и благословился, а все заснято. Я не выставил в интернет, сначала посоветовался в общине, ну, кто на занятия ходит, а потом выставил, ну, еще и нету, а один или два сказали что-то там, я отвечаю за себя, никому это не навеливаю, это не проповедую, а я к папе римскому ездили, подарил им книги Франциску и Венедикту, королеве английской этой, датской подарил, но не означает, что я стал теперь по их веровать. Вот кто знает, какая вера у Трампа, Дональда? В Мамону? Нет. Пресветерянец. Во! Вы сами... Во! Видишь как? А там какой-то у него рядом где-то кто-то, тот методист. Как их назвать? А что называть? У него свое, мы свое. Я знаю, что он не в церкви. не Мормон, Да нет, я сказал Мамона, Игнать Тихонич. А я не расслышал, не расслышал. Ну, вот и все. Так, вопросы? Ты уже исчерпал свой лимит, Виталий. Не мешай другим задать вопросы. Ну, а как же Бог будет людей судить всех-то? О, забота. Ну, я могу даже сразу ответить, не слушая вопроса. Как Бог будет судить? Интересно, вот забота какая-то. Ты думай, как он меня судить будет? О себе думай. А тут уже о Бога, как он будет судить? Он позовет Надежду Благодатскую и скажет, как мне судить? И ты ему напиши, инструкцию дай. Ты все, задаешь вопрос, думаешь не ко мне? А мне кажется, Господь хочет спасти его. Ну, в общем, с каждым словом ты больше грехи умножаешь, помолчи лучше. А о Боге спрашиваешь без страха Божия. Как Бог будет? Как мы перед Богом будем стоять? Я как вспомню только что-нибудь. Никого рядом нет, а голова вот так садится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да как же это так? Да как что? А что сделал? Убил человека? Да нет, где-то я нагрубил. Их уже нету. А совесть-то судит? А как Бог будет судить? Ну, что вопрос это? Ты можешь сказать о президенте, еще можно, а как он этот вопрос разрулит? А о Боге то разве так вопрос ставится? Как он будет судить? Ну, прямо в помощь набываешься или что? мир вам братья это Роман Фроликов можно? Игнатий Тихонович вот такой вопрос как правильно понимать и действовать по словам Господа нашего и апостола что кто хочет быть начальником над кем-то тут быть слугой то есть относится ли это к тем которые хотят быть главой как апостол говорит что муж глава жены вот и значит он должен главенствовать над ней и жена должна понукать приказывать там как говорят там учительницы у нас женщины а мальчики не должны не женщину слушаться а мужчину то есть а я вот понимаю так что правильно понимаю что нужно и так вот как вы поступаете в общине что вы в первую очередь служите вы делаете для деревни строите труды это же для женщин это же не только для мужчин для всех для детей вот то есть я должен быть в первую очередь слугой для женщин которых я хочу научить сказать им что вы неправильно делаете неправильно живете что-то ты так говоришь Роман как будто тебя большим бревном придавили одна голова торчит и ты задыхаешься не заболел не знаю я просто иду сейчас я не знал у меня такое впечатление что на тебя бревно упало и ты под ним лежишь и вопросы задаешь какой герой парень несмотря ни на что вопрос ну да я сейчас подметал только что только что вот подметал и бросил метелку и вот пока ну ладно ладно я так для того чтобы это чувство выразить хорошее к тебе там конечно говорится хочешь быть слугою ну вот ты вот говорят люди это я прочитал тут это в интернете же набираюсь маленько там это шелухи то всякой вот и говорит вот вы на нас говорите депутат один государственная дума это мне 550 тысяч каждый месяц дают так не считай еще другие это и вы говорите вот много то другое а ты попробуй на моем месте он говорит ну давай попробуй а нельзя это уже покушение на законную власть так и здесь какая должность у меня должности никогда никакой не было нету у меня ничего нету совершенно вот люди живут как-то с годами у него там медаль дали там еще что-то у меня не было мне даже премию назначают а там доходит до начальника он вычеркивает еще не хватало баптистам премии давать а у меня первое место по тресту выработка по тресту строительному 300 300% выработка физической работы плотниц полы настилать дома сдавать меня вычеркивают везде ну и только делов они все примерли как отец у меня говорят они сдохли а я живу а я все живу ну как сказать начальствующий я тоже какой-то начальник когда скажешь в другой раз да я не держусь за свое место вот я начальник детского лагеря был 45 лет официально в отделе юстиции зарегистрированный начальник у меня ничего нет у меня печать только была начальник это то есть у меня должность особая есть в лагере попечитель я должен знать нужды каждого человека и помогать помогать нечего пенсия коротенькая маленькая оттуда оторвать что-то продуктами или как кто что знает я считаю это должность очень большая попечитель это господь так сделал ну и что ну ничего начальник я начальство старости деревни старости это общины нашей я начальник тоже начальник ну и как но никогда я не скажу что если я вам не нравится я не держусь за эту должность я уйду я не уйду меня столкнуть очень трудно я за эту должность буду бороться почему я отдам ее без слов тогда когда увижу что вы можете сделать лучше а просто-то она готова разрушить это проще всего человек который говорит да я не держусь за должность я считаю что его убирать нужно немедленно ты прирост к этому месту ты должен его знать ты должен сделать лучше всех тогда видно будет ты вырвался вперед беги на присталища и поэтому скажут а вон хвалится хвалящийся хвалить господом прямо повеление хвалиться мне бог положил это чувство сострадания вот этот самолет летел с плясунами это разбился а у меня это близко к сердцу все принимаю а были ли они я другой раз молюсь о том еще может никто не молится а всех кто летит в самолете кто плывет кто в подводной лодке где перед богом это вот кого я перечислял один раз встретились только где-то и он знать не знать что я за него молюсь а я за него молюсь я вижу заблудший человек в какой-то секте находится а хороший другой там ходит Харольский Симон он поет по горам везде он посмотрел и каждый раз просит что-то на продолжение этой программы петь за деньги там соберет мужиков семь поют женщин столько же без платков все а я за него молюсь он и знать не знает я вижу хороший человек совершенно не тем занимается я вот скажу у меня такое впечатление что Роман нотки такие ищет как бы вот оправдать вот это баборабство да подкаблучничество вот у меня почему-то вот такое вот он ищет а я так не думаю о Романе я так ты все Виталий сказал а то я встрял тут я о Романе так не думаю хотя он был здесь и сам знаешь как ему пришлось выехать тут меня считают очень жестким один говорит жестокий нет не жестокий а жесткий у меня правила нарушил там правила там что-то было между нами вот я его так не считаю как он может он старается делает и очень часто напоминает о Боге свидетельствует другим а что вот он как подкаблучник у меня сегодня маленький так пример был и у меня иногда бывают такие ресурсы интересно свежее мясо от мороза погибли два голубенка ну а куда их я их обтеребил и понес своим дал кошкам и у Надежды Васильевны там два котенка и бузка а она схватила потащила кишки-то вывалились и она там по половикам я ей говорю Надежда возьми двоих руками принеси сюда около меня а я с ними там я снимал но она не так сделала и пошло у нас наперекосяк разговор я говорю ты как только противостаешь ты болеть начинаешь а сегодня болеет ужасно уже и врачи нужны сразу я сказал она ее снесет с катушек съедет ну и дальше я говорю ты что все время на меня 56 лет сколько мы вместе ты все давишь и давишь зачем это я сказал поднеси котенка нет ответь нет я сам пройду возьму его а ты несешь и делаешь по своему а по своему он опять убежал и получается вот так из меня подкаблучника сделать не удастся никак никому и никогда и зачем ты она еще больше я могу к утру этот ролик поставить и вы увидите как нужно разговаривать а дальше все по хорошему дальше уже прям тут же сразу обстановка изменилась почему я внутренне помолился я знаю что ее бы никому не понести такой у нее характер и мне этот довесок дал Бог чтобы знал себе цену я это говорю тебя бы никто не довел да Тихоныч спаси Христос я вот от лица мужского движения я слезу слежу за ним и там есть лидер один православный человек у него псевдоним Дизлайф и он даже некоторые ваши ролики с канала о свете Библии он использует у себя на своих ресурсах вот и я как бы от лица вот этого движения я попрошу вас побольше бы таких роликов вот в быту как проявляется вот именно патриархат потому что патриархат сейчас просто ну везде и всюду я вот сейчас побывал на Урале в епархии уральской вот екатеринбургской ну вот это все процветает махровым светом матриархат вот это вот дамоугодничество вот это вот ой-ой-ой Виталий я откликаюсь на все события фильм Левофан был я ответил группа Дятлова я ответил несколькими роликами доказывая что единственно верная версия не 100 версий а одна та которую я излагаю они погибли от бесов и дальше что-то случилось вот этот за Матильду бились я и о Матильде ответил и о Калинине отдельный ролик я ни одного события такого значимого не оставляю самолет упал тогда полетели в Сирию там танцевать я на эту ответил вот сейчас с константинопольским патриархатом не так я специальный ролик сделал-то показал кто виноват что как ответил а больше я не касаюсь мне некогда я учусь каждый день учусь братья это Роман с роликом как бы хочу ответить что я не против того что мужчина должен главенствовать это Бог сказал что муж глава жене но дело в том что я хочу призвать всех смотреть как Игнати Тихонович это делает то есть он свою жену полностью обеспечил у нее отдельный дом отдельная квартира в деревне дом отдельный он ее полностью всем обеспечивает она на его иждивении она не вот всю жизнь была ну наверное я так думаю поэтому он имеет моральное право то есть надо прежде чем женщине что-то говорить как Господь говорит если хочешь быть начальником так как он сказал будь начальником над женой главой жены так ты будь слугой сначала ей как Игнати Тихонович поступал всю жизнь он слуга своей жене вот так Игнати Тихонович вы слуга получается жене вот прямой тогда мой вопрос ну в таком плане да так правильно она ни в чем не имеет нужду за свет она не платит за уголь не платит отдельная квартира вот за стенкой она рядом у меня сегодня даже на завтра блины напекла опять а там отдельный дом ты все знаешь сам был видел это так но я для нее глава и самая маленькая где-то она покуситься сделать по-своему я сразу обрежу тут одна наша прихожанка ей на машине ее ввозит туда я запретил только один раз в неделю там помыть себе получить деньги или что там надо ты у нее есть своя семья у той сестры а ты везде это да она хочет мало что она хочет я обязан нести я обязан учить и она понимает это понимает меня Бог благословил в том что мне утрами не приходится будить в 4.40 молимся а если я переведу стрелки на 4 и она в 4 будет вставать при том на одну минуту на 2 раньше меня по закону так что это правильно да не просто требовать но надо показать кто-то не понимает это то другое говорит ну и говорит у него язык есть он говорит а я молюсь за них и все у меня очень сильное оружие есть пост и молитва благодарю роман за уточнение спаси христос Игнат Тихонович да я рад что вы понимаете это простите еще я хочу сказать что вот эти движения они призваны только говорить но не делать вот такие дела как Игнат Тихонович делает то есть они осуждают только женщин там мужчин что вот они такие такие а надо же сначала быть слугой этим людям которым ты хочешь донести что вот так это не надо делать тогда они поймут а так говорить каждый может язык без костей как говорится вот роман здесь абсолютно прав вот у меня такая корявая биография но я могу сказать что вот я моя биография сейчас здесь в православии ни одной нету нету вот столько было чтобы за это за слово Божие там было что я издал и то другое и где бы я ни был в первую очередь но я христианин и и далее стараюсь узнать чем они нуждаются люди я вот разговаривал с узниками совести которые верующие священники там были ни у одного нигде не было они удивляются что у вас так было а для меня не то что удивление а это нормально мое дыхание день сразу порог переступил тюрьму сразу правило я встаю во сколько узнал здесь у них подъем допустим в 6 в тюрьме в 6 я в 4 встаю ангел разбуди меня ангел прошу тебя и ни разу не проспал в 4 а зачем двухчасовая у меня молитва и днем я 4-5 раз по полтора часа псалтырь за два дня просчитываю тысячи поклонов и прочее проповедь два часа каждый день никто этого не видел и не слышал тут я презентация книг была из тюрьмы ульяновский Владимир Александрович политработник офицер он пришел даже туда он без улыбки не может встречаться начальник тюрьмы перезванивали где-то он без улыбки не скажет ничего дорогой мой дорогой мой только у него и было соломен Александр Семенович это бог так делает я молился об одном чтобы был дух молитвы а баптистам тогда их сажали а они мне спрашивают а что это такое я когда рассказываю было у вас такое чтобы вот так вот молились и люди в тюрьме обращались каялись меняли жизнь ну бывало иногда но вот не так как у вас ну что я на молитве ставлю я кланяюсь у них этого нету я посты соблюдаю строго в тюрьме священника все-таки добились вызвали чтобы меня причастил он приехал это поститься то я не знаю третий день что ли не пью не ем он как узнал как взахался да тут туберкулез свирепствует что вы делаете то я говорю ну я не рассчитал наверное благословите я поем тогда а там сидел один наркоман а я пайку то получаю свою хлеб и кашу там суп а он берет а у меня дуплюсь сегодня дупель там ну он такой голодный как бы был он за две порции все время съедал этими двумя порциями то я его как бы вот мне прислали из дома нижнее белье то другое а тут посадили двух солдат они то ли что-то сделали не так сейчас не помню я но они предварительно следственное еще идет не осужденное я сразу им все отдал вот у меня еще присылают так чтобы я съел один это никогда не было я обойдусь понимаешь это людей располагает у него надеть нечего а я ему отдал и не то что я хороший какой я вижу он нуждается мерзнет носки мне прислали а я крепкий такой я ему отдал и второй тоже они тоже стали за меня заступать один начал что-то там бухтеть ну такое говорить что-то нехорошее не то что на меня вообще они два солдата к нему подошли как стали разговаривать с ним видишь как это правильно все это люди смотрят как мы живем они видят постное я ем постное только я пощусь ежедневно молюсь читаю слово божие регулярно плащу на молитве принимаю которые где-то из тюрьмы там с другого конца передают скажите батюшке я иду в суд по такой-то статье пусть помолится а потом оттуда идут благодарности я спрашиваю священников было такое нет она дают шахматы домино и вы играли ну да я близко я пришел что в домино играть я пришел умереть вот по этой планке по высоте этой планки я и шел ты не забывай я перед тобой сижу я крученный и верченный у меня все выкрученное 26 лет меня психиатрия терзала 26 лет где бы я ни поступил экзамены не сдал все одни пятерки меня вышвырнут сразу оттуда я все перенес и даже не считаю что что-то особое было они знали обычно я только приехал и сразу пошел получать паспорт и тут же из КГБ приехали тогда КГБ называлось и Надежда Васильевна спрашивает как он так он живой вернулся ну как не мертв уже привезли они знали оттуда не выходят а меня бог вывел наверное на нас сильно ну чего он сильно то пошел на остановке стоит один генерал генерал прокурор и спрашивает так это наверное вы нас ой ой как ругаете я говорю еще бы ради то Владимир я за вас молюсь молитесь его это так сразило и он другим прокурором говорил вы знаете кто это а я сидел в приемную прокурора края это кто такой да вот такой это кто-то меня знает а получилось так что потом всех прокуроров края собрали за мной приехали привезли чтобы я перед ними выступил сказал слово я начну рассказывать история за историей почему ты должен что-то делать не просто говорить да и как говорить то ты его из ада вытаскиваешь это опыт его ничем нельзя заменить мои года моего богатства не просто года поет там кикибинзи какое у меня года они переполнены ежедневно и благодарю Бога какие интересные дни у меня сейчас сейчас сегодня вопрос по пасту Игорь Стехнович ай это можно к детям применить в количественном и в качественном отношении особенно например в сухоядине да насколько это вообще применимо к маленьким детям и надо ли это у людей мнение такое что если вы мало делаете что-то то оно отличного качества у меня знакомый один он там скотину держит там ну мало совсем но зато он там покоптит и то другое а потом продает ну побольше то это хорошего качества это хорошо но побольше то вот у меня вот у меня все с преизбытком что бы где я ни делал я в десятикратном размере стараюсь достать почему я все время думаю о тех кто знакомый мне я имел имел доступ к типографии там многие издательства издавали Алтайская правда с директором познакомился Грохотов Владимир Георгиевич вот и с инженером там близко Прокопьев имел доступ там где бумага отхода идет я брал и таскал брал и носил брал и на себе все волок домой я посчитал где-то я прошел утрами туда-сюда сколько лет 3400 километров прошел это дальше чем до Москвы отсюда а потом эти бумаги обрезал большие тетради делал и нес их в прокуратуру в полицию в милицию тогда было в школы в медицинские учреждения бумаги нигде не было такой был период времени ко мне приезжали из школ даже в Потеряевку я их всех снабжал всех так об этом журнале писали и чего на меня некогда смотреть я все время переплетал их настоящие книги студенты придут большие рюкзаки на себя нагрузят и идут на занятия а я там студентам раздаю кто этим занимался да кетради-то какие там 40 сантиметров может быть высота только и листьев по 400 с двух сторон чистая бумага обрезной меня вручную все делал переплетчики реставратор бумага просто которой газеты не продали я договорился и мне отдавали в разных киосках один раз только на лагерь я отправил 4,5 тонны тонны тысячу килограмм для тех кто не знает это только в одно место я отправил 3700 человек в лагере это в тюрьме местное СИЗО канатное 81 город Барнаул снабжал сколько лет ну благодарности на бумаге просто были мне и то другое так они знали динамиков нету в один день я принес 56 динамиков я ввел три радиопрограммы сразу сказал это что это другое вам вопрос о ребенке задали вы слышали? нет я не вы не по вопросу отвечаете? нет ну это сгодится про что? какого ребенка? спрашивает я еще раз могу задать вопрос вы не поняли насколько вот пост я говорю про пост да маленькие дети как им поститься? я много читал разных и у вас вот на сайте читал насколько вот я думаю посты они так же должны как мы там вот супоядины например один раз в день нет три раза но только молостные чтобы не ели если ребенок от бурья отсажен а у нас опыт был у нас в семье 12 детей было у матери у нас 10 живых было и пост никогда не нарушался пока ребенок грудь сосет в это время ему кашку молочную все делает как от груди отсадили все рацион взрослых и ни одного больного ребенка нету вся Россия так держалась так что Вячеслав просто поднапружиньтесь ребенка приучите если не сейчас то когда сколько он хочет сколько хочет 3-4 раза покорми его 5 раз помаленьку ну как положено но чтобы все было положено рыба рыбу ему дай у меня лагерь 45 лет пост мы ни разу не нарушили а дети были у меня даже 7 месячные лагерь неограниченный возраст был и дети маленькие там совсем 2-3 года лекарств никаких никогда не давать никаких ну конечно надо где-то советоваться самое простое сделай его интересным красивым приятным вот у нас картошка мы даем вот она я покажу сейчас его видно нет ну вот как ноготь где находится вот так вот если взять по пальцу то вот такой вот мы его варим здесь Володя помоет и все и нечищенную и так и вот я дальше сидел один в обед обеда и Володя нету то а мы так 3 картошины чтоб съел раз сварили надо убрать хорошее другое но 3 картошины за обед должен съесть так я смотрю у меня глаза уже вылавливают та которая раздавлена проткнутая которая хуже других выглядит если яблоки какие есть обязательно я соберу все гнилье почему другому я покажу что у меня есть хорошее а про это то он не знает я не не просто это навык навык такой вот а почему ты не носишь такие там что-то носки или там рубашку она у меня целая я заплаты на свои шью а появится болящий человек я ему подарю а мне бывает дарят там полушубки какие-то новые я человеку дам мне радостно что он он доволен я про ребенка говорю даже среди ночи в туалет идет на молитву поставь его молитву другую прочитай пусть немного минуты 3 2 но приучи его златоуст говорит ты если хочешь из ребенка сделать христианина и чтобы он был на небе тогда трудись над ним а не потворствуй главное препятствия это бабки деды ешь больше спи дольше вот главный лозунг а у взрослых а у взрослых так жить грешить и не болеть вот лозунг какой это я сам наработал уже да спаси христос это все так ну да и ребенок тебя будет с радостью вспоминать еще раз говорю нас было в семье 10 в деревне жили молочно было мясное уже все пост маленького мать не знает что сказать скажет а корова в молоко накакала вся проповедь кончилась бяка а потом уже года три то уже стали мы слышать о боге и проще а маленький когда на руках то он сидит а его как объяснишь то как а но если нехорошая что давайте помолимся достойно есть окала истину блажит тебя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога наша честнейшую хирургим и славнейшую без сравнения серафим без следния бога слава рожжую сущую благородицу тебя величая помолитесь игнать господи боже наш любящий отец небесный слава тебе за этот вечер за эту святую возможность молиться тебе слышать слово твое господи посвяти в этот час узников за слово твое томящихся пытаемых убиваемых прими их в обитель вечную приготовь эту землю к великим и грозным испытаниям дабы никто из нас не принял начертания зверя тебе господи слава за все отец сын и святой дух аминь сергей павлович ты меня подключай только когда самого последнего а то у меня большое пространство записывается и ничего не сделать спаси христос аллилуйя спаси христос слава христу вот так христос христос